С космодрома Восточный в ночь на вторник успешно запущена ракета «Союз». Это первый пуск с площадки за последние полгода. Носитель вывел на орбиту целую группировку спутников, российских и зарубежных. Всего их больше 50. Большой интерес для научной работы представляют наши аппараты «Ионосфера-М». Они позволяют изучать верхние слои атмосферы, прогнозировать магнитные бури и даже землетрясения. Эта работа была практически прекращена в 90-е годы и вот вновь возобновляется. Сейчас с нами на прямой связи член Федерации космонавтики России Александр Хохлов. Александр Викторович, рады вас приветствовать. Добрый день. Поговорим сначала о самом старте. Почему с Восточного ракеты запускают не так часто, как, например, с Байконура, всем известного, или Плесецка? И когда мы все-таки увеличим частоту стартов из Амурской области? Это связано с тем, сколько спутников заложено в федеральной космической программе. И с Байконура есть постоянный поток запуск кораблей «Прогресс» и «Союз» по программе МКС. Эта программа достаточно устойчивая. Необходимо доставлять космонавтов и астронавтов на борт МКС. Необходимо доставлять к ним грузы. Поэтому мы видим устойчивые запуски с Байконура по пилотированной программе, поскольку там есть необходимая инфраструктура. А с Восточного запускают спутники научные, метеорологические, которые связаны с общей программой Роскосмоса, заложенных в федеральной космической программе. Соответственно, для того, чтобы было больше пусков, нужно делать больше спутников, соответственно, расширять количество научных аппаратов или коммерческих аппаратов. И для этого запуск будет больше. То есть все идет от того, какая программа у России по созданию спутников группировок. Когда будут запускать спутники сфера, их, скорее всего, будут запускать в основном с Восточного. Расскажите, пожалуйста, о проекте ионосфера, спутники которого мы только что вывели на орбиту. Почему так важно отслеживать космическую погоду в окрестностях Земли? Эта работа будет вестись по исследованию солнечно-земных связей, поскольку солнечная погода влияет на состояние спутников, на спутники группировки. И ученым важно это отслеживать как для фундаментальных задач исследования ионосферы Земли, так и для практических задач по оценке воздействия Солнца, солнечного ветра, на вспышек на Солнце, солнечных бурь, на спутники, на орбите и на наземные какие-то сети, связи. Это тоже очень сильно влияет. И вот как раз Институт космических исследований Российской академии наук, они создавали научную аппаратуру этих спутников. И вот сейчас полетело два спутника, а в следующем году, в 2025-м, планируется запустить еще третий и четвертый аппарат ионосферы для того, чтобы занять положение вокруг Земли этих четырех аппаратов для совместного исследования, для общего обзора всей ионосферы. И отслеживать в дальнейшем какие-то события на Солнце, как они влияют на нашу атмосферу и спутники. Но если это еще нам интересно... Но ведь кроме российских спутников, ракета «Союз» вывела на орбиту полсотни зарубежных. Какие страны заказывают нам космические услуги? Среди попутной нагрузки полетело шесть аппаратов проекта «Универсат». Это образовательная программа Роскосмоса, когда университеты делают свои космические аппараты, обычные стандарты Кубсат, и запускаются на орбиту для подготовки студентов и аспирантов для создания будущих уже больших спутников. И там, например, есть тоже аппарат, который изучает ионосферу. Это сам САТ и ионосфера Самарского университета имени Королева, который тоже будет изучать ионосферу. Также прилетело шестнадцать спутников Кубсатов проекта «Спейс-Пи» с фондом «Соединяй с инновацией». Это программа для университетов, компаний и школ. Создаются образовательные спутники самых разных направлений. То есть там много университетов можно посмотреть, ставить «Спейс-Би-Спейс», там все это написано про эти университеты. И полетело четыре спутника иностранных, два спутника иранских, тоже Кубсаты, один спутник Амурского университета и Харбинского университета Китая, то есть такой российско-китайский спутник, и один спутник африканно-российский, Зимбабве, с компанией ЮЗГУ, это университет ЮЗГУ, Курский университет, у них совместно сделан спутник для изучения земли. Один из спутников, который был запущен с Восточного, это первый российско-китайский университетский проект «Дружба от Урк». Его сделали студенты нашей страны и КНР, как раз в рамках программы сотрудничества Москвы и Пекина, до 2027 года. Расскажите, что представляет собой российско-китайский спутник и как вообще выстраивает партнерство наша страна с Китаем в сфере освоения космоса? Для России он больше технологический, то есть там будут отработаны определенные решения технические для работы этого спутника. А так это будет, конечно, научно-образовательный спутник будет выполнять изучение Земли. То есть, в общем-то, эти спутники образовательные, они выполняют обычно три функции. Это радиолюбительская функция. Эти спутники работают в радиолюбительских частотах и должны общаться с радиолюбителями, посылать им фотографии и выполнять какие-то функции по передаче данных для радиолюбителей. Это фотографирование Земли. То есть большинство спутников, соответственно, тоже оснащено камерой для того, чтобы фотографировать Землю. И для России это отработка технологий на этом аппарате, отработка технических решений. Спасибо, Александр Викторович, за подробные разъяснения о запуске ракеты «Союз» и сотрудничестве нашей страны с другими государствами в сфере освоения космоса. Мы говорили в прямом эфире с членом Федерации космонавтики России Александром Хохловым. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова